Ну сейчас будет, зачем это? Не, пожалуйста, давай, зачем? Не, ну, не, ну, не, ну, не, ну, сейчас батюшка подойдет еще. Ну, давайте. Царю небесный, утешителю души истины, И же везде Сын, и вся исполняяй сокровища благих, И жизни подателю, иди, селисяны, И очистины от всяких скверных, И спаси, блажи души наши. Милосердный Создатель наш, Господь и Бог, Мы просим во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего благословета, Собрания, прибудь с нами, научи нас помнить о последнем дне нашей жизни, О страшном суде, на который каждому придется предстать. Не постыдно? Помоги нам предстать. И всех нас введи в вечное Царство Христа Бога нашего. Тебе слава, Иисусе Христе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Седмица сырная называется, в календаре как пишется, сырная седмица, то есть сплошная. На этой седмице употребляется в пищу можно молочное, яйца и рыбу. Следующее воскресенье, заговенье на Великий пост. Прощенное воскресенье. Когда после вечерни, в храмах, где ежедневное богослужение, в больших храмах, совершается вечером эта служба. Но так как у нас немного по-другому, это я должен уезжать, то мы сразу после литургии, будет у нас следующая служба вечерней, после вечерней, совершим чин прощения. И спрашиваем друг у друга прощения. Поэтому неделя есть для размышления. В чем нужно просить прощения? Не только просто поклониться и сказать, прости меня и пошел. Это не обряд. Потому что, если мы прощаем, то и нам проститься. А если мы не прощаем, то и нам не проститься. Это всегда нужно помнить. А то, говорит, я прощаю, но я этого никогда не забуду. Я тебе припомню когда-нибудь. Прощение так. Простил, значит, простил. И больше нет этого. Долг, когда прощает, потом не думает. А если что, то я с тебя взыщу этот долг. Он не взыскивается. Простил, значит, простил уже. Поэтому эта неделя подумать, о чем у кого попросить прощения. Первая седмица Великого Поста. Весь за вечерним богослужением, за Великим Повещерием. Совершается молитвенное правило чтения канона Андрея Критского. Покаянный канон Андрея Критского. Понедельник, вторник, среду и четверг. А потом, в следующий раз, будет на пятой седмице, в среду вечером, накануне четверга, тогда полностью весь канон уже читается. Молимся. Вот. Ну, что еще? Помню. А мне какие есть вопросы? Ну, давайте. Нет никаких? Спасибо, Господи. Все, пожалуйста. Так. Ну, вы слышали сегодняшнее, что было? Чтение евангельское, я вам напоминал уже. Еще запомните это. 25 глава с 31 стиха. Домой придете еще внимательно, почитайте. Посмотрите толкование Блаженного Фефилакта на это место священного писания и на апостольское чтение. Вот. Ну, что я только хотел бы вам посоветовать. Вы проводите собрание тогда. Собрание у вас это бывает так, что даже оно по времени больше, чем у нас идет богослужение, литургия бывает. Собрание прошло, люди все расходятся. Естественно, что дома у каждого есть что-то заботы о домашних. И домой проходит уже три часа. Но занятия остаются буквально единицы. Потом занятия, говорят, остается там несколько человек. От силы, если там пять, ну, десять, наверное, редко бывает. Даже. Что? Что? Последнее время нормально стало, 15. 15 даже, да. С остальных все уходят. Я просто посоветовал бы вам в начале собрание проводить. Сделали какие объявления. Потом провели бы занятия хотя бы на апостольское чтение, которое было, толкование его. О чем сегодня? Спроси каждого, а с чем было? Скажите. Я думаю, что большинство не скажет, о чем это, как это понимать, сегодняшнее апостольское чтение. Провели, а потом уже остались, когда уже все мировые новости. Где кому-то там за пьянку задницу надрали, там, что и прочее. Потом уже это. А то вы сразу после литургии все новости, и оно все заглушает то, что было у нас на Богосово. Вы идете, уже спроси, а что было в Евангелии? Никто не сказал. Запомнили то, что было яркое это. Поэтому я советовал вам проводить бы так уже, не затягивать эти. А новости мировые уже после, кто желает узнать, потом бы узнали как-то бы это. Ну, это я, просто, мое мнение. Вы как хотите. Если вам это больше, как говорится, по душе, то проводите, как проводили. Так, а мне есть еще какие-то вопросы? Если нет, то продолжайте дальше. Хотите, пожалуйста. Правильно все. Все правильно. А кто знает, где адрес Неанилы? Не везти муку сейчас. Ну, вы пишите на бумажке. Быстро. Что записать? Я могу думать. Передай. Кого я не пишу, дай. Ну, пиши. Сейчас ехать надо, я не знаю. Так, иди. Ну, и все. Так, я сегодня хотел коснуться сегодняшнего очень важной была тема что говорится в Евангелии от Матфея, 25 глава. О суде Божьем. Очень часто спрашивают, а вот как у вас вера, как вначале вы, от чего оттолкнулись, как Господь сохранял. Вот у нас в семье была, главное это суд Божий. Мать сказала, будет суд Божий, за все придется отвечать. Слово Евангелия, Библия, даже не слыхали. Но она сказала, самое примитивное. Есть ад и есть рай. Мать сказала еще, что будет такое время, что воды не будет. Она не читала Евангелие. Она тоже по наслышке, по преданию человеческому. И люди будут искать воду. И загорится небо и земля. Понимаете, это все совмещено, как-то так было. И вот люди толпами будут. И увидят, что-то блестит. И побегут туда, как бы воды напиться. Ну, она не читала, говорю, Евангелие-то. Прибегут, а там золото или серебро, там соль. Они заревут, заревут, ну как, ревут народы, это Библия говорит уже, и побегут дальше. Я после прочитал Ефрема Сирина. И охапает мать, охапает, то есть обнимет по-славянски, дочь, дочь, мать, и падут все мертвые. Я в Библии нашел так, что вода превратится в кровь. Это все где-то совсем рядом. И сегодняшняя неделя специально размышления об этом. А далее 7 недель подвига. А у людей получило все на выворот. Говорят, тут масленица, замысел масленицы был неплохой. Вот эта масляная неделя начинается. Какой? Ну, дальше пост, есть нельзя, тут ели мясо, там пельмени, шашлыки. И вот эту неделю без мяса попробуйте обойтись. То есть потихоньку, как бы с горки скатиться к посту. А получилось, наоборот, широкая масленица, раздольная масленица. И в эту масленицу все, абсолютно все перевернуто. Даже у кота и то отойдет масленица. И для кота это тоже хороший день. Это время, когда не хочешь, а ешь. Чтобы туда еще не осталось. Я стал разбирать, что за масленица, откуда. Был такой царь, Ираклий греческий, 7 век. И воевал он с персидским царем Хазроем. Шесть лет воевал. Это христианин он был или нет? И дал обед, что если я победу одержу, то неделю не буду есть мясо. Вот это обед. А ты бы мясо вообще в рот не брал. Победил. Это стало известно монахам им. Так это понравилось, что ввели это в устав. Это в 7 веке уже. И вот она, масленица, сегодня идет. Сегодня ее очень любят везде. Круглый, блин, это поязычески солнце. Все это применили к язычеству сейчас. Да ничего там другого и не было. Сжигают чучело зимы. А тут как раз встретение прошло, зима с летом встретилась. Ничего нет у евангельского, христианского. Нам вот сказала мать, что будет суд Божий. А о спасении ничего не сказала. И поэтому в душе всегда был страх. Как бы не погибнуть. И вот сегодня считали, когда Господь говорит там лево, право. А по отношению к кого? Мы стоим... Для меня это правая сторона, для Христа это левая. Даже этот вопрос и то не разбирает. По отношению к кому направо отойти? По отношению к Христа, ко Кресту. То есть от нас это будет с левой стороны туда. И он определяет пока по четырем пунктам. Накормили, напоили, дальше посетили в тюрьме болящего. Все. Но ведь не это только будет. Эти все слова требуют разъяснения, толкования. И толкования все время расширяются со дня на день. Почему? Жизнь меняется. Слово накормить это не означает дать только хлеба. Что-то еще другое есть. Сегодня говорят, окормляет. Священник там кого-то окормляет. Я задавал вопрос даже уже в интернете. И говорю, вы знаете же слово а что он означает? Откройте слова Режи. Окормлять означает... Сегодня они вкладывают смысл, что прищищает, окормляет воинскую часть, окормляет лагерь. Означает отравляет, перекармливает. Мать окормила ребенка, ребенок срыгнул. Вот и все, больше ничего в этом нет. Слова-то какие придуманы, и кто их влепил до суда в самое таинственное, самое страшное. Его не надо употреблять нигде. Нас никто не окормляет. Мы на вечере, Господни, мы приобщаемся в великих и страшных тайн. Вот эти слова есть. И то еще от святых отцов они. И вот накормили. Чем накормили? Сегодня так накормят, ничего не рад будешь. В прошлый раз я спрашивал тут, Магда, это жена Геббельса, шесть ребятишек накормила, всем в рот Саня стыкали, раздавила ампулы, и все пошли на тот свет. Можно так накормить, сегодня весь мир отравили. Идеям коммунизма, фашизма, либерализма, экуменизма, чем угодно накормят. Так сегодня наоборот уже получается. Хорошо, что не накормили. Сегодня вот все время везде смотришь, и священники как будто проповедуют, а то подчиняйся мне, слушай меня, никуда в сторону ни шага. Считается за побег. Даже, говорят, прыжок вверх на один метр считается за побег. Уже стрелять можно. Все слова, которые были в Ивангрии, а они не ограничены вот такими рамками. Вот тогда толкование дал, блажен на ферфилак, и все. Он многого не знал. Впереди еще целое тысячелетие. И сегодня надо человеку конкретно это сказать. Ходили, накормили, напоили. Куда ходили? В тюрьму не попадешь, тогда было открыто. А сегодня вообще ходу туда нет. Даже мы 17 лет местной тюрьмой занимались, несли туда все и на Пасху покупали. И чего только мы туда не несли. Ходатайство выходило, что там мыло нет у них, там одежды нет. Я ходил прокурор у края, это и выше. Специально здесь есть по делам там за права человека, весла гузов, везде приходилось. Сейчас доступа вообще никакого нет. Даже через порог в тюрьму не можем попасть. Указание свыше пришло. И главная вина здесь тех, которые туда пришли. Последний раз мы только вот брат Игорь там разговаривал со священником и все. Они все себе взяли и вытолкнули. Даже в домах инвалидов нас не допускают. А будьте с московской патриархией пойдете, они там все захватили. После нас пришли на 15 лет позже и нас уже не запускают туда. Когда меня спрашивают, что в вашем сознании сегодня самое страшное. Самое страшное, когда патриархия проникнет во все места. Говорят, они не говорили. Весь мир кричит об этом. Сегодня на них движется миллионная армия со всех сторон. Почему эти стояния патриарх говорит? Отступитесь, занимайтесь душами. Нет, с властями только туда, чтобы везде захватить. Школа, ХПК, это преподавать. Никому это не нужно. Культура. Людям Христос нужен. Бьются насмерть. Туда не лезут ни баптисты, ни яговисты. Никто не лезет. Только православная патриархия туда лезет. Школа. Сейчас все учителя, все поднимаются против патриархии. Ну буквально все. В учебнике написал Кураев. Кому это нужно? Идет сплошным потоком агитации. Детей не отдавать в школу на эти уроки. Кто им разрешил? Теокартическое государство. Я об этом говорил. Вы захлебнетесь кровью. Что вы делаете? Насильно ребенку давать. Ему не культура нужна общая православная. Ему Христос нужен. Расскажи ему о Боге, о страхе Божьем, о суде Божьем. Больше ничего не надо. А это в школах не разрешают. Ну и не надо. Он у меня, Надежда Васильевна, преподавала там, что этика христианская. Где вы слова эти взяли? Ну, под мир подладишь. Люди-то хорошие нужны. Рабы-то нужны. Масон. Я по Евангелию велась. Людям нужен Христос. Прорывается. Не надо. Сейчас только сиди, слушай и внимай. Не идти на эти уловки. Мне приходило в школах везде вести занятия. Я говорил только о Христе и по Библии. Никакой этики ничего не было. Там горело, говорят, вверху и внизу, когда говорил. А много ли пришлось? Немного. Некоторые школы звали, а другие отрезали сразу. Нам это не надо. И мы думали, что детей будете только учить, вот как правильно жить. А не надо это. Или дерево признавать и хорошим. И тогда плоды. Плоды признали хорошим, тогда и дерево хорошим. Вот сегодняшнее, что говорили нам в храме, это должно быть разобрано по своей жизни. Посмотри, где ты посещаешь, кого? Больных ты посещаешь? Ведь больные, это даже родственники, когда заболеют, не все родственники к нему идут. Когда заболеет человек духовно, он больной считается? Златоуст говорит так, и никого нет здоровыми. И пособить некому все больные, а одни больше, другие меньше. Это у нас трехтомники там, в конце рамка такая. Больные они, больные, кого посетили? На что важнее, душа или тело? Все видимое, и тело это временное. Душа бессмертная. И согрешение, не накормить душу, это опаснее, вреднее, нежели тело не накормить. Почему? Иоанн Затумус говорит родители, которые не научили детей боговедению, верить в страх Божий. Они хуже убийц. Убийца убивает только тело, но оно воскреснет. Душа убитая не может воскреснуть без Христа. Заложи в него страх Божий. И вот сегодняшний день он должен быть такой, сейчас это слово встречается, ой, это такой талант, потрясающий. Выступление артиста, потрясающее, все их трясет что-то. Куда не посмотришь, как лихоман, как говорили, трясет. Одно потрясающее суд Божий и потрясется все, как падший лист. Все сотрясется от страха Божия. Когда все до одного мертвеца воскреснут. Все до единого встанут на суд. Даже представьте, заместитель, первый, самый близкий человек Гитлеру был, ну, известный сегодня, Борман, Мартин Борман. И теперь ищет все, и сын его выступает. Но о нем все правильно сказано. Он говорит, да. Его нет, он его заводшил на Нюрнбинском процессе и приговорили к повешению. И сын его дает интервью и говорит, все правильно сказали об отце. Но за этим судом еще будет суд Божий. Понимаете, на душах это сразу как молния сверкнуло. Наверное, он верующий, этот Мартин. Неверующий этого не скажет. Можете судить, как угодно. Но, знаете, не судите никак прежнее время, доколе не придет Господь и не откроет сокрытые во мраке сокровенные размышления, помышления будут явлены. И на суд Божий представить, как это будет, это невозможно. А так, примерно то, что известно. Монахи, люди, отвергшиеся от мира, живущие, как бы, не для этого мира. Ну, такое заложено в монашество. И вот они между собой рассуждали, как будет суд Божий. Понятия не имею. Я знаю только, горько-горько будет. Ну, а как? Вот более подробно никто не знает. А есть кто-нибудь знает? Да, есть, знает. Давайте пойдем к нему. И они пришли к нему, к этому человеку. Ты знаешь, как будет суд Божий. Только сказали, он сразу заплакал. А что он плачет? Подождем. Он плачет целый день. У него, говорит, под глазами были борозды от слез. Три дня проходит. Едва-едва утешили. Братья, зачем вы пришли спрашивать? О том, что не надо спрашивать. Показано, как это будет идти. И дальше он говорит обо всем. Как потечет огненная река перед престолом Божиим. Сектанты об этом никогда не говорят. Почему? А им это страшно. К другому ответу нет. Это, считайте, 12 глава пророка Даниила. А на огненная река для чего? Через нее все пройдут. Они не знают. Нигде ни в одной секты толкования нет. Они не знают, как я спасенный, я во Христе, и уже все, они ноги с облака свесил. С облака. Спасены в надежде. Не забывайте. Многие потерпели кораблекрушение в вере, не без веры. Кораблекрушение-то перевернулся и на дно пошел. Как будет суд Божий? Как воскресшие люди будут стоять? Как свитки разогнутся? Как предстанет несметная сонна ангелов, Херувимов и Серафимов. И по порядку, как это все явно будет перед всем миром. Сегодня мы считаем шеститомник этого самого человека, кому открыто Ефрем Сирин. У нас его слово на эту тему на сайте стоит и начитывает его не кто-то, а вот кому Кришнаид голову отрезал отец Григорий. В моем доме мы это считали. Даже сейчас слушать и как он считает с каким папосом, с одраганием и такую музыку дали там травмной мелодии даже сегодня страшно. А как это тогда будет? Как? Вот сегодня показывают. Ну, война отступила, осталась Украина, вторгаются туда войска, НКВД, залезают в комнату, так, все арестованы. А за что? Я в школе учительница. А вчера учительница, ну, она учительница, что скажет, то и делает. Оказывается, там какого-то правителя свергли об учебниках фотографии вырвать эту страницу. Но она всем детям говорит, все страницы вырывает и показывает, как складывают эти страницы. Директор зашел, перевернул на другой стороне, а на другой стороне Сталин с Горьким. Ты что делаешь? Ну, вы же сказали 34-ю страницу, я ей вырвал, 34-ю, я не могу без 35-я оторвать-то. А на 34-ю, там сидит Блюхер, а его расстреляли, опомнились. Ну и что? Все арестованы. Доказывается, не одна, все подряд. Сколько? 15 минут на сборы. Она в 10 минут потратила, говоря, я невиновна, у меня муж на фронте, он заслуженный, герой Советского Союза. Все. И дальше, что с ними делается? Сегодня все это показывает, даже в моем возрасте, мужчине смотреть страшно. Это было? Да, было, было. Все это доказано. Как дорогой едут, охранники, любую насилуют, и тут же пристреливают, и заливают. Никто ни с кого не спрашивает, счета нет. А договорились, если там на сколько, допустим, на 3 часа завозят в зону весь состав, где заключенные живут, и на растерзание женщин дают, а потом, которые живы остались, вывезли, расстреляли. Вообрази только, это с нами. Как ты будешь все ценить? Ни писания не достать. Я беседовал с узниками ГУЛАГа, как они туда, слава Божие давали, сало должно быть разрезано. Ну, разрезано, вот таким вот примерно. Так вот в этом просверлить пытались, ну, толщиной в палец, отверстие. И сейчас несколько свернутых листиков Евангелия туда протолкнуть. Ну, видно, разрезано, его больше не режут, отдают. А потом там мы соединяли. Теперь по ночам отдельные люди, которые переписывали, чтобы отдать. У нас все дома. Все есть. Бери, считай. Некоторые даже Библию еще не прочитали. А что сделать? Да ничего не сделаешь. Избрание это делает. Избрание. Библию нельзя заставить читать. Она скучная книга, она неинтересная книга. Она интересна только тем, которые духовно сопрягают, соединяют с духовным. Для духовного он слышит голос Отца Небесного. Это не просто сказано. Я просто обращаюсь к опыту своей жизни. Я обратился, я на корабле. На корабле, там все открыто, кобрик маленький и четыре человека. А я получил Евангелие. Уже на еще разделье Новый Завет дали. Я его переписываю и переписываю. Всем родным и близким. Печатными буквами. Пишу и отсылаю. И какой же я счастливый. Кто-то обратился, вот батюшка пришел, брат. Это все, сестра обратилась. Это первое, начались плоды от того, что ты любишь Слово Божие. Через три с половиной месяца меня уже выставили на проповедь. Я уже содержание Библии полностью узнал. Три с половиной месяца. Но это не такой срок. Учитывая, что я работаю. Работаю. Но страх Божий должен найти подтверждение в твоей жизни. Не просто, суд Божий, а я делаю, что хочу. Нет. Суд Божий это узда. И вдруг я нахожу выражение у Надежды Константиновны Крупской. Она говорит, религия тире узда для масс. Как это понравилось мне. Да какая же она умная Надюша была у него. Это узда для масс. Но она-то заложила другое уздание. Пораборщенный народ. Я увидел уздание удерживающего человека. Как Давид говорит, не будьте как конь, как лошак несмысленных, челюстью которых нужно обуздывать уздой и уделами. Их нужно обуздывать. А чем? Страхом Божиим. Далее, все это я найду подтверждением в Слове Божьем. Сегодняшний день, говорящий о суде Божьем, это осуждение. Уже суд может... Страха Божьего нет, будешь стоять слева. Не думай, что я придумываю. Без страха Божьего никто не спасется. Почему? А ты первого шага не сделал. Начало мудрости страх Господень. А без мудрости никто не войдет. Бог ненавидит глупого. Бог говорит, любит людей всех. Все вы обманываете. Писание говорит, Бог не любит никого, кроме живущего с премудростью. Дословно даю. А живущий глупый, Бог говорит, ненавижу грешников и уничтожает его. Но в этом и любовь Божия. А то Бог никого не наказывает. И это говорят не кто-то, архимандриты. Никого не наказывают. Ты потоп забыл, садом забыл, забыл эту войну, раскулачивание, забыл? Какой режим был в Европе? А как? Насчитай Библию. В Библии написано. Я возвращаюсь к тому, что в прошлый раз тут у нас было. Вот мы здесь записывались, а 30 роликов записали, даже больше. Мы на неделе еще записали. Несколько вопросов было задано. Попросили мою биографию, у нас два ролика получилась, она хотя бы немного где-то. Отдельно про евреев, два ролика, отдельно о Бродобритии. то, что люди просили о посте, и их растащили по всему эфиру. В другие совсем ролики везде, эти ставят и ставят к себе, по тематике. На всех не угодишь. Не угодишь. Угодить может только тому, кто любит Бога и Христа. Во свете Библии отвечаю, во свете Библии. Во свете Библии, это значит будет суд Божий. Есть Божий суд на перстике разврата. Есть грозный судья он ждет. Сделай каждый день интересным. От чего-то освободиться. Вот сейчас батюшка сказал, говорят, прости. Да не прости, говорят, а прости Христа ради. Не христорадничайте. А нельзя ему напоминать о том, что ты и простил? Можешь напоминать, если он от этого не отстал. Как не отстал? Да так не отстал. Не отстал. Если лично тебя обидел, ты ему простил, но всегда и все. Но если он обратно к тебе залазит, и третий раз за ночь обворовывает, то же самое. Как ему не напомнить-то? Но я же просил прощения. Это не в суде нигде не засчитывается, что если ты опять то же самое делаешь. Тебе наоборот скажут, ты просил, ты уже сознавал тогда, что это преступление. Зачем же ты после этого опять делаешь неоднократно это? Простить прощение, это означает к нему не возвращаться. А я не напоминаю больше ему. А если он опять то же самое делает? Я ему опять напоминаю. Мне звонит одна сестра, наша сестра, верующая здесь. Ой, прости меня, брат, я опять про тебя плохо говорила. За 80 лет. Уже полсотни лет она все плохо говорит. Другое тут тоже. Я вот плохо говорил. У вас пустота души. Мне вот некогда про вас говорить совершенно. У меня нет времени ни минуты. Ни одной. Даже одной минуты нету. Иногда в секунды решают дело. Как? Господь меня может оторвать вот в этот момент. И я отошел туда. Куда? Где будешь? За упокойную молитву помогут? За гробом покаяния нет. А в чем застану, в том и сужу. Вот и все. Ежеминутно надо готовиться к встрече с Господом. Помни последнее отворяя и вовек не согрешишься. Раха говорит. То есть помни, что я выйду из этой жизни. Жизнь такая коротенькая. И вот это, что сегодня прочитали, это считать надо не сегодня, только ежедневно. Каждый день. Чаю воскресения мертвых. Чаю-то не муки вечной. И жизни будущей. Чаю, то есть надеюсь. А чего ты будешь надеяться, если не во Христе? Я вот как-то говорил, вот в этом помещении, говорил 5Б. Без которых никто не войдет в Царствие Божие. 5Б. А кто-то снимал, а даже не показал людей никого. Только я говорю, ну видно, там кто-то подходит, микрофон подносит. Как-то снимают и даже ни разу не покажут. У нас сегодня из-за непогоды многих нет, да и отправить пришлось тут транспортом сегодня. 5Б. Напоминаю, какие 5Б. Это моя наработка, я к этому приехал и скажу, а я знаю 6, да может и 66. Я говорю о главном. Первое, Бог. Без веры в Бога означает, никто не спасется. Задумывались. Ну да, без Бога как. Второе, это Библия. Это я показываю. Б, это буква Б. Углоконимый Б. Так оно выглядит. Б. Можно без этого? Ну без Библии ты пути не знаешь. Ты будешь считать другую литературу, она ведет тебя ложным путем. Ты окормлен будешь. Тебя окормлять будут другие уже. Знай Слово Божие. Третье, ты запомнил. Бог, Библия. Загибай и запоминай. Третье, благословение. То есть, я прошу, Господи, благослови меня правильно понять Святую Библию. Господи, благослови меня в храм. Некоторые ходят через два воскресенья, три, то график скользящий. Вы скользите не в том направлении уже. Поставь себе правила, не пропускать. Работу все найди. Ну, одно воскресенье где-то может быть какая-то причина. Но тебя никто не заставляет это делать. Ты теряешь очень много. Третье, благословение от Бога, от священнослужителей. Нужно оно или не нужно? Вот мне сегодня только познакомился. Просился, а кто вас благословил проповедовать? Я уже знаю, это православные. А кто благословил вас Библию читать? Ну, еще православные. Представьте себе, выходит в храме, наши люди были у нас тут, крещение приняли. Приехали домой и стали говорить. Они их не могут обуздать. Наконец, братья и сестры, у нас люди появились. Это еретики настоящие. Они к чему призывают? Жить по Евангелию. Да кто ж когда жил по Евангелию? Это в храме. В храме православном. Я могу назвать, где это было. Ну и что? Что из этого получится? Третье. Третье это благословение. Благословение. Страх Божий. Я верю в Бога, читаю Библию. А благословение открывает мне это разумение. И держит меня в этом же страхе Божьем. Как правильно поступить? И четвертое. Благовестие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А вера от слышания. А слышание от Слова Божия. У кого талант зарыт и не войдет туда. Ну все говорит о благовестии. Благовестие нужно, да. Вот и четвертое. А и пятое это будущее. Будущее ради суда Божия. Я делаю это. Вот если люди не было духовного рождения, они знают только я, есть Бог. Я спрашиваю теперь, Библию считаешь? Библию. Батюшка никогда не говорил Библию. Я видел, а Евангелие выносят. Ну Евангелие выносят. Но Евангелие-то в Библии как? Так Библия же у баптистов только. Да почему, я говорю, у православных она Библия. Ты же читаешь историю, дети учатся в школе-то. В воскресной школе там Адам, Ева был. Так это не Евангелие. Он и Евангелие, оказывается, не считал человек. Я его должен привести. Значит, потеря этого, теперь ложное благословение. Благослови, батюшка, благослови, батюшка. Куда он тебя благословляет-то? Для чего? Сегодня священников крошат на мелкое. Какие только не ставят про них сейчас сегодня фильмы, как они освещают машину. Там видел, как он сигнал подходит, и ладошками схлопнет, у него свет освещает. А почему вы пришли? Да потому что ноутбук освятили, он у него ни разу не заразился. Только освятил, и машина ударилась. Ну, как уж, Бог дал. Все, деньги там взял. Полтора процента от стоимости Кадиллака. Сегодня священникам нужно день и ночь в страхе Божьем жить. Это сегодняшнее как раз, вот что сегодня есть. Это ко всем относятся, в первую очередь, к священнослужителям. Потому что он отвечает за паству. Одна душа по твоей небрежности, неполниумышленно упадет, не придет. Златоуз говорит, всей жизни не хватит рассчитаться. Всей жизни за одну, а ей гибнет миллионы. Непонятно это нам? Поэтому священники особенно требуются в благословении Божьем. Благословляющим, может быть, еще у него уже и нет. Мы должны просить Господи, благослови, чтобы не погибли. Господи, ему так тяжело. Я вот вспомню, пурга, вокзала у нас там нет, и батюшка мотается туда-сюда, я бы не выдержал это. Представь сколько. Его на санях везут до вокзала, а тут пояса становится нет, в ночи опаздывают, не опаздывают, пурга, не пурга. У меня нету, раньше хоть здание было. Сейчас вообще ничего нету. Бульдизерами приехали нынче, здание разломали, а потом говорят, ой, нам указали, дали на том вокзале, а мы на этом сломали. Немножко ошиблись. Не на том вокзале сломали прекрасное здание, стояло, целое. С аппаратурой совсем все сваляли, теперь только так и на долбу валяется, и все. У нас все возможно. И вот потеряли это, дальше благословение ложное, благовестия нет, это все на втором пункте Библии нету. Ложное представление о Боге. Бог принимает тех, которые батюшка благословил. Такого нет. Исполняющий слово мое жив будет. Это все надо вложить сегодня и священникам сказать. Ничего этого не будет сказано. Каждый год прощения, и каждый день они лютуют и лютуют. Я сейчас смотрю, какие силы поднимаются везде. Мне кажется, вот, ну, правители, они искали какая-то идея, такая, чтобы объединяющая была. Нашли люди, которые подсказали, надо, ну, все-таки государство строилось на основе православия. Какое православие там строилось? Ну, православие считалось где-то. Ну, и правитель-то неверующий совсем. И он прилепился, и теперь... Но рано или поздно этот союз будет им не нужен. Они поймут, что слишком тяжелый груз навесили на себя. Сегодня еще власть помогает сажать, кто в храме плясал. Их сажают, они священники, суд сажают. А суд-то сегодня как? С банковое правило-то. Сказали, там бесполезно что-то говорить, доказывать. Меня судили, я знаю. Вообще никакой роли не имеет доказательная сторона. Презумпция невиновности вообще не работает. Ему дали указание посадить, и ты будешь посажен. А уж на сколько они скажут, расстрелять тебя или... Что угодно могут сделать. И никакие ходатайства не помогают. Пока сверху, самое главное, не нажмет кнопку. Нажал кнопку. Призвение Верховного Совета всех 210 политзаключенных в один день нас освободили. Скажут посадить. Меня в 80-м брали, я сводили. Через 6 лет то же самое дело подняли, и по нему опять посадили. То же самое, что распространил архипелаг ГУЛАГ. Вот и все. Выслушав сегодня о страшном суде, мы больше должны заботиться о первой стороне. Когда мы заботимся о правой стороне, накормил, напоил, посетил, навестил больных, то вторая вообще не потребуется. Но вторая, она как бы подпирает страхом. Иоанн Златоуст говорит, знаю, многие презрели бы эту правую сторону в будущее благо, если были бы свободны о той левой стороне. Ибо страх содействует спасению боли, неже обещания будущих благ. Ничего нет, в надоронах везде. Ты же делаешь не потому, что тебе нравится так, а потому что иначе у тебя прокол будет, большой штраф, и тебя вот то давит, что есть, нарушение какое на дорогах, не нарушает им, ну все остальные правила. Они все основаны на методах принуждения. И у Бога точно так же. Сказал Бог только, в раю еще ничего нет, еще дня не жил, Бог сказал, смерть и умрешь. А вот теперь и думай. А зачем смерть? А вот это главное, огонь уже полыхает. Еще немного, он будет в руке ангела с пылающим мечом у врат, а ты будешь выброшен. Почему ты не убоялся, съел, когда сказано смерть? Нам вот этот страх с левой стороны должен все время и везде быть перед глазами. Как бы сегодня я уже начал это мучение. Это хорошо сказано, такой был святой Пимен Великий. У них было реальное представление и ощущение этого огня. Этого червя. Вот Серафим Саровский-то, когда Маталейл просил его, и был показывать червя, брал его, растягивал, они вползают в глаза, в рот, везде выползают. Он реально видел. И Серафим Саровский говорит, что если бы вот эта комната вся была наполнена одними червями, и ты здесь находился бы, и все черви тебя бы грызли во всех направлениях. И немножко, ну совсем немножко, ну лет сто. И тогда, о любезно мое, стоило все это претерпеть ради любви ко Христу. Стоило. Потому что это ничто. Сто лет они кончают. Вот сегодня день прошел, только 99 лет осталось, и 364 дня. Затой 363. Это заключенное в воротном порядке считается, сколько осталось. Вот так и здесь. Впереди вечность. Бог угрожает вечностью. О том, что жизнь вечная и бесконечная, никто никогда не спорит. А вот ад будет вечный или нет? Очень много споров. У святых отцов об этом было. И отвергали, и непонятно. Но так написано. И пока мы не пристали на суд Божий, вот это должно нас подвигать. Мне мать сказала, что этот суд будет страшный. Название страшное. Он страшный действительно. Но мучение будет бесконечное. Вот это мучение будет бесконечное. Оно все абсолютно у меня закрыло, все горизонты. Учусь ли я, радуюсь ли. Все было в жизни. А будет бесконечная вечность. Зачем это все? Это нужно. Я учусь, столько знаний. Вчера одна зашла на меня. Я человека там нашла на меня. У него соображалка так работает. Такое там на меня, то другое. Но погубил себя с этой религией. Никакую пользу мог бы, если бы в науку ушел там. Я говорю, мне это секретари, первые секретари наркомов говорили. А у меня страх Божий. Я бы мог коммунистом быть. Почему страх Божий? В детей заложите страх. В детях нет страха. Вот дети верующие. Я спрашиваю, скажите, а дети эти, имеют страх Божий? Меня один вопрос интересует. Если страх Божий у него есть, он не участвует в этих, то, что делают дети мира сего. Страх Божий есть. Он старается узнать путь свой. Он молится. Без молитвы не ляжет спать. Он без молитвы не встанет. Без благословения не выйдет из дому. Он не будет водить худых товарищей к ним на дом заходить. Раньше было так. Рассказывали. Я не видел этого. Девочка одна, ну в каком там классе, там может быть шестой или седьмой, на одни пятерки учатся. А из семи, видать, баптистов по разговору так понятно. И вдруг приходит двойка. Еще один проходит, еще одна двойка. Мать говорит, а что у тебя двойка? И так они, говорит, стихотворение заставляет рассказывать, что Ильич наш свет. Свет Христос, мы же дома читали это. Христос, где есть путь истины и жизнь. В самом деле, третью поставили там единицу. Мать пошла, в чем дело? Мы сами не знаем, в чем дело. Она стихотворение не рассказывает. Ее спрашивают, а ты знаешь стихотворение? Конечно, знаю. Отличница. Но могла бы рассказать? Не могу я бы рассказать. Она не вера написана. Но до этого ты рассказывал. Но там этого не было в тех стихотворениях. Вот герои веры как делают. Ну ладно, никто не будет знать. Ты расскажи, если учительница говорит. У тебя двойки все переправили на пятерки. А пятерка только стоит перевернуть. И другой стороной получается из двойки пятерка. Она так пишется. Перевернем. Она рассказала. Вы же мне не сказали, что вы верующие не можете. Да вы же знаете, что я верующий. Если бы вы сказали, расскажи стихотворение и скажи, с чем ты не согласна. Я бы сказал, свет не Ильич, а Христос. И лампочка, он не был электриком. Он ее не знал даже, что она так будет названа. Вот как отвечать надо. И это надо заложить в ребенка. В каком возрасте ты имеешь к нему доступ? Страх Божий. В самом маленьком возрасте заложите страх Божий. Будет суд Божий. И в этом постарайтесь его довести до самосознания, когда он уже дойдет и поймет. Без страха Божия ему не выйти из этого бушующего моря. Не выйти. Страх Божий имел кто? Ной. И он начал строить корабль. Сегодня, говорит, как представь, бревна, на кой 300, там, как это можно было, там 150 с лишним метров, 300 локтей. Как соединял-то он на этих шпанговутах-то? А сегодня эти разные заклепки все это находят. Он страх Божий имел. Лот имел страх Божий. А вышел и потерял страх. А дальше мы знаем, что уже было. Страх Божий удерживает человека. И направляет его путь на правую сторону. Я этого не могу сделать. Почему? Господь запрещает. Апостол Павел везде пишет. Никак. Слово никак, в английском написано, там, God for be. Бог запрещает. Даже как бы более ясно. Никак, то есть это не может быть. Бог запрещает. Это нам не можно. Лыков старший говорил. Нам это не можно. Теперь навестили больного. А кто больной? Ты сначала определи. Вот люди, которые не православные. Я имею очень большой опыт, беседую с ними. Они многое говорят правильно. Я беру самое лучшее, это из них баптисты, конечно. Говорят о Христе правильно. Говорят о Библии правильно. У них вера от православного взята. Вера от Веситой и Троицы. А слова Троица вообще отсутствует в Священном Писании. Адвентисты правильно здесь говорят. Но! Как только о церкви заговорил, где двое или трое собрались, там и я. А вот это там в Библии нет. Во-первых, не собрались, а собраны. И во имя Христа. Во имя. И церковь одна, и через рукоположение где нет. А церкви вообще разговора нет. Я говорю, а от вас сейчас выйдут трое, с вами не согласны. А не церковь или нет? Ну а почему они с нами не согласны? Да потому что вы только на деньгах речь ведете. Вы верите в мамону. А не может человек служить Богу и мамоне. Но они все так понимают. Все так понимают. Но только отошли и говорят, с вами не имеем никакого общего. Ну вышли обыкновенно. Три женщины, один брат. Церковь или нет? Да церковь это мы. Да вы такая же секта и ересь. Какие вы? Ну первые, которые вышли, они так же вот вышли, как вы. Почему вы этих не признаете-то? Вот отделенные баптистов. Уже от этих еще баптистов. От этих еще вышли, которые сейчас вот с молодежью-то. А эти не остановились, от них еще вышел. И каждый не признает тех, которые вышли. Потому что там пресс-фитера нет, кто им рукоположен. Да не сегодня его патриархом поставят. Им разница какая? Имеющий страх Божий навести больных. Это означает пойти ко всем, в первую очередь, к православным батюшкам. Они все больные. Больные они страхом. Страх поражает человека полностью. Они боятся архиерея до смерти все. Все. Практически я ни одного священника не знаю, который с приглядом на архиерея не делал. Почему? Он его сразу приберет к рукам. А архиереи? Откуда они идут? Поэтому, почему я давал комментарии Девзорова, он очень во многом прав. Вот это страх, слияние с властью. И все, сегодняшний день нам подводит итог. Этого не должно быть. Хотел бы я молчать, даже я хочу, мне не надо вот эти переживания. Ну, моя хата с краю, никого не знаю. Ну, внутри меня огонь был разлит, Иеремия говорит. Я не мог удержать этот огонь. Если этого нет, ничего нету. Проси у Бога этого. Если этого огня нет, ты можешь писать сто книжек. Ты можешь каждый день молиться, плакать дома, но огня не будет. Я знаю людей, которые молятся, и молятся серьезно, а разума никакого нет. И где бы что ни случилось, они только на отрицательную сторону становятся. Только везде так. А то нас потеряют, молятся, и самых злодеев поддерживают до самого последа. На разрушение семьи, на что угодно идут. А почему? Страха Божия нет и самомнение. Самомнение все разрушило. Они не знают, на какую сторону встать. Но она же Богу молится. Все это нужно ввести в русло вот этого вот, 5-Б. В страхе Божьем. И тогда ты увидишь, что ты больной, и врачи сели себя сначала сам. Войди в послушание к святым отцам. Почему у нас в Божьи Наши говорится, избави нас от лукавого. А как избавь? Плени его. А как? Сокруши под ноги. А еще как? Разбей, поражай его в голову. Это в раю было сказано. Будешь поражать его в голову. Скажи, когда у тебя последний раз была сбитва с дьяволом? А он-то на пути какие ставит припоны? Путешествие пилигрима Джона Буньяна. Вспомни. И воевать-то с ним надо серьезно. Там мощный легион. А как тебе имя? Легион. И тебе надо не просто воевать, а победить. Если ты не победил, ты побежден будешь. У сатаны опыт тысячелетий. Это даже не профессор. Он все знания мира знает. И он будет самые больные места трогать. Почитайте 2 Псалом. Враги говорят ему, нет мне спасения в Боге. Они будут говорить, а ты сам-то не спасенный. И дальше к этому будут прилагать. И как будто факты в самом деле. Вот сейчас нам некоторые даже заходят. А кто вы такие? У вас и епископа нет. Ушел. Ну что ж ты епископа мне нет. Есть митрополит. А митрополита нет. Куда он денется-то? Мы знаем, где есть митрополит и прочее. Но в патриархии уход заказан. Там нас ждет только смерть. И смерть невременная только. Почему? Все покрыто ложью. С кем бы не встретился. Пару слов не хотят сказать правду. Даже правду доказал. Все. Представил. Все равно продолжает лгать. Почему? А пуповина не обрезана. Я неоднократно об этом говорил. Просить прощения надо за то, что ты лгал. Лгал Богу. На занятиях, которые я вел в разных университетах, сколько людей пришло к Богу, один Бог знает. Но иные, которые пришли, они потом оказались в общине. Иные просто ходили там, они старообрядцы там, и они там остались. Я мало о них сведений не имею. Но наши были здесь. И когда они уходили, а я и без тебя это все знал, а пришел, ничего не знал, лба перекрестить не знал. Он как бы обрезал все. Обрезал, а у Бога все это известно. Значит, у тебя теперь, вот ты от меня вышел, от нас отсюда, у тебя остается только то, что было до встречи тогда, со мной, 15 лет назад. Он вышел, у него ничего нет. Вот я гляжу, уже через неделю он в миру ходит, то курит, то пьет, то... Ну и во всякую худшую. Седьмая заповедь под ногами уже валяется. А которые сохранили в себе, да, я тут обратился, как отец Геннадий Пасп, он самый плодовитый из них. И вот так и здесь. Они не обрубили связь, патриархия образована была в сентябре Берия Сталином в 43-м году. Они это не обрубили, нигде не осудили. Само возникновение основано на абсолютной лжи. И вот оттуда эти соки поступают и поступают. Страх, трусость, уже власть не трогать. А все перед ней трепещут и лебезят. Отрежь эту пуповину. Или закрепите ее. Если ты обратился через Слово Божие, не отвергай его. Никакое предание не может быть выше Писания. Никакое. И когда в Писании говорится о предании, это имеется в виду не предание, которое приду через сто лет, а то, которое было устно. Это Писание, которое будет написано. Все, что в Библии написано в предании у апостола Павла, он говорит о Писании. То есть, я пришел у вас проповедовал. Вот это есть предание, я передал вам, передал. Другие пришли, это предание. Держите предание, как вы слышали от меня. Ну, Павел-то пришел, ничего не написал. Потом будут послания Павла. Совсем другим общинам. Ну, теперь в клиниках сюда. О том же. Ну, не все, но так. Вот это теперь Писание. Почему оно написано? Вот я сейчас говорю вам, это как предание. Вот это все где-то записано, но это уже можно, ну, это образно сказать. А то некоторые скажут, что он говорит свои слова, записание выдает. Отнюдь. И вот сегодня, что вы прослушали, батюшка уже второй раз повторил. Прочитайте дома, там, с 31 стиха. Расширьте. К этому добавлю. Как накормить, чем накормить, а может лучше не кормить? А ты сам знаешь пищу, которая дает жизнь? От которой ты за живот не хватаешься и не мучаешься? Можно так накормить? Вспомните, Елисея, только поели, все за животы схватились, отравлены, отравлены. Ну, это Библия нам говорит. Ну, он что там сказал, там, бросьте, что и стало другое, и животы опростались. Может, самое даже известное тебе уже, неоднократно ты питался, а туда подложили в это время яд. И яд подают не так, что яд, а его добавляют во что-то, что ты любишь, там, вино, как правило, раньше вином. Он выпил его, уже туда внутри, даже дыхание схватило, повалился, и человека нет. Проверьте, чем питаетесь, когда другим рассказываете, находит ли это подтверждение в Священном Писании. Я вот говорю, мама нам говорила, Бог говорит, терплю до конца, буду мучить без конца. Вот такого выражения в Библии нет, но подтверждение этому есть, будет всему конец. Положу конец, везде написано. Ну, конец-то и будет, все равно. История кончится. А кончилы там не будет написано, пойдут сие муку вечную. То есть, это все сходится. Но смысл-то как раз заключенный в этом. Нужно все время помнить о Суде Божьем. Помни Господа Иисуса Христа. Вот я посмотрел, а что там помнить? А про раны его, как дорого он заплатил за нас. А что раны? А из раны кровь течет. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И это все время повторяет. Я желаю быть со Христом. Я желаю на веки вечное быть с Ним. Теперь от меня только зависит. Со стороны Христа все сделано. А с нашей стороны туда не попасть. Церковь установила вот эти посты. Они не евангельское устроение. И назначать какой день, что читать, это не евангелие. Это люди, знающие это, но установлено все к месту, и это так нам надо. И посты эти нужны. Особенно Великий пост. Это апостольское правило, 69-го. Среда, пятница. Ну, можно, конечно, и питаться в пост, такие кушания готовить, что и мясное не нужно будет. Да сокращать себя надо. А можно так. Вот есть гортанобесие, сначала они чревобесие, это чревобесие, а есть гортанобесие, вот как называют. Вот чревобесие и гортанобесие, это есть сколько раз. Один старается брюхо набить хоть ведро картошки, а другой самое изысканное, лишь бы только под языком подольше шоколадку подержать, как она уходит, как она растворяется. Любит сладкое. Святые отцы это все рассмотрели. И нам нужно выбрать золотую стрелину. А я не буду есть неделю. Замечательно. Но, если это заходит за одни сутки, посоветуйся со священником, чтобы, он, может быть, знает твое здоровье, подскажет. Три дня тебе многовато, полтора хватит. Тут не надо самовольничать. Ты можешь так залезть. А я вот постился, а Бог меня все равно не услышал. Я знаю этих таких людей. Я молился, кланялся, ну хоть лоб разбей, все молился. Ты краткими молитвами доходи до Бога. Длинные молитвы, они в церкви только на Троицу, там еще на прощенную. Они все короткие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне признавая кивкова. Аминь. Все. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе. Вот отдельная молитва. Смотри, Небесный Отче наш. Короткими молитвами бомбардировано, как говорится, врата Отчизны Небесной. Господи, погибаю. Я не хочу быть там, где будут мучиться грешники. Какое там общество будет? Там будут самые отъявленные вампиры, негодяи, насильники. Все щекотила там будут. Даже огня бы не было в одной комнате с ними быть. Ты никогда не был с такими людьми? Мне приходилось быть комнатой, допустим, ну, сколько, 8 человек. Семеро из них убийцы. Отца, мать убил, другой там еще больше, у другого за десяток трупов на нем бесит. И с ними вместе ты находишься. Не то, что накурено, а сам воздух насыщен вот этими демонами. Насколько там тяжело быть? И меня вот когда спрашивают, и вы там как, наоборот, мой дух там палил, так пылал, что они близко боялись подойти. Кто-нибудь только заругается из них, это уголовник, и шестой раз уже сидит. Он сразу другого в бок. Ты что делаешь? Только зашел один, он сразу, мужик, помело, прикуси. У нас тут молятся. Я уже не смотрю за этим, уже другие дела. Почему другая обстановка от Бога, это не мое. Почему? Я повторяю, 4-5 раз в день я остановлюсь на молитву, полтора часа. Обязательно было много поклонов. И это все разгоняло демонов. Люди едут в разные суды, и в нашу стараются камеру настучать. А скажите там батюшке, пусть помолятся. Я попал с ними как-то на экспертизу, и обратно едем. Так они меня облепили со всех сторон, вы за нас молились. Нам совсем мало дали, по 8 лет только. Вот одному только 10 дали. Всего-то по 8 лет дали. То есть они даже в 8 годах видели особую милость Божию. И связывали это с молитвой. А потом встречались даже в городе. Но везде, я им говорил, суд страшно, да. Знаете, батюшка, до суда, говорит, прямо руки трясутся. А когда судят, даже большой срок, как-то душа успокаивается. Ну все-то да. Но осуждение на суде Божьем, оно не дает облегчения. Говорят, ну если когда не один, а, знаете, на миру и смерть красна, не так это. Там златоусть говорит, каждый в отдельности. Это мрак, никто никого не видит. Мучение, когда небольшое, там, ну иголка проколит. То есть все в огне горят. Какое тебе от этого облегчение? От того, что другой такой же мучается. Поэтому все вот эти наши критерии, измерения, привычки, наклонности, как мы привыкли определять, градировать градусы, там все по-другому. Как? Никто не знает. Нет. Известно, что будет огонь. Огонь неугасающий и червь неумирающий. Если человека там нет, о чем у червь? Зачем червь тогда нужен-то? Для кого будет червь-то? Даже это и говорит, что что-то не так, как мы понимаем. И будет ужасно и страшно. Может быть, очистительнее будет, как в честилище у католиков. Но на это нет обоснования в Библии. Мне там нравится честилище. Я люблю просто. Представь, миллиард лет промучался и сразу ты будешь в раю. Очистился. Это было бы здорово. Миллиард. Всего миллиард один лет. Всего конец этому будет. Хотя одна минута там за тысячу лет покажется. Итак, чтобы нам там не оказаться, Великий пост в первой неделе будет. Приготовьтесь к канону Андрея Криско. Мы опять, если Господь позволит, будем считать ее, как сказать, трехступенчатой. Одну сейчас считаем, как написано, покаяние. Вторую, те же самые слова, но на благодарение. Благодарю тебя, Господи. За те же 502 события. И третье, это слова Словия. Славите Боже наш, слава тебе. Это у нас уже было. Кого сегодня нет, им передайте. Может быть, они этого не знают. Это то, что я вам хотел сегодня сказать. Потому что есть. Теперь я что-то вам покажу сейчас. И это что-то кто-то ни разу не видал. Я получил паспорт. Паспорт, который, говорили, это печать Антихриста и прочее. Вот это, самое главное, это открыть, когда вот эта толстая первая страница, а страниц здесь 46, у тебя 36, а здесь 46 страниц. И на каждой странице тут как бы, как выколотно, номер, то есть их не подделаешь. Я тебе отдам сейчас, подержите здесь. Фотография черно-белая, но там цветная заложена. И биометрии никакой нет. Там только на границе могут отпечатки пальцев еще где-то брать. Даже не знаю где. Вот она где. Это сегодня мы снимем. Но там все заложено. Подай, пусть в руках подержат. В руки может не брать тот, кто боится, что это щип Антихриста. Вот, посмотрите. Теперь речь идет о визе. С визами оказалось дело сложное. В то же время люди едут. Раз слож, значит это преграда. А с преградой, значит, нужно силы. Слабакам там делать нечего. Нам уже шенгенская виза на все государства. И одна, всего одна только в Англии. Это отдельно. Это только в Москве получается. Так что, сейчас уже мне из Германии спрашивают, на какой день, на сколько лет. Я высчитал, что если на 30 дней, а у них 30 или на 3 месяца, или на 1 месяц. Нам надо всего только на месяц и 10 дней. А на 3 месяца получается сложнее. Ты дольше там остаешься. Они легче дают, вот мы через Германское консульство, в Новосибирске получать, ехать туда надо будет. Но, а там уже проценты выведены, как многим они отказывают. Потому что с Дальнего Востока и все консульства одно только здесь. Едут отовсюду. Но одно, в Барнауле его нет. Ну, дадут они нам или нет, но мы должны иметь запасное. Запасное на некоторые другие государства. Допустим, через Бельгию, сейчас начинают прорабатывать. Через Францию, те, которые входят в Шенгенскую зону. И через Грецию. То есть, пусть у нас несколько будет возможностей. Если отказали, мы сразу нырнули вниз. Батюшка вчера говорил здесь. В Польше ввели новый закон. Кто через город проезжает, там кажется 5-7 долларов. Какая машина, какая загазованность. Лишний город, я говорю, мы заезжать не будем. Но в Варшаву-то все равно надо заехать. Придумали на чем. И воздух стал чище. Ну, правильно, вот Павловской сделали обездную дорогу. На Павловск. Меньше заезжают. Заботятся. Это заезжать надо знать. Мы в одно село заехали, с Севастьяном ехали. И выехать не можем. Везде перегорожены улицы на шлагбауму. Мы не можем выехать нигде. Мы блуждали-блуждали по селу. Уже темняется, и не можем никак выехать. Да уже кое-как там где-то сломано или открыли кому-то. И все на замках. Это беззаконие. Это незаконно. Они должны там какой-то обвод сделать. Не запускать. А то запустили. А улиц там много. И мы не можем найти. А может быть закрыли ту, какой заехали там. И везде шлагбауму выехать нету. Настроение сразу упало вниз. У меня такое желание было. Пожаловаться куда-то повыше. А куда не знаю. Я попросил Севастьяна. Ты найди, расскажи, что они ущемляют мои конституционные права. Я имею право передвижения по своей стране. Я русский человек. Имею гражданство российское. Я не могу выехать из села. Меня стеснили. Это незаконно. Вот посмотрите, когда. Усильте вот эту молитву. Потому что мне еще многое непонятно, что нужна страховка. И страховка на 900 тысяч рублей. Это, видимо, с той стоимости. И кто-то должен поручиться. Или недвижимость, я должен документы. Проверьте. Сегодня никуда не уходи. Ко мне зайди. Я там насобирал много-много материалов. Николай. Я хотел, чтобы Севастьян был, но его нет. Не знаете, где он? Севастьян. Только бряхните к нему. Найдите, где он? Без него мне никак нельзя. Потому что он помог паспорт получить. И дальше он обещал меня лезти за руку. Вот. Мы едем туда из-за страха Божия. Повторяю. Я дал знать нашей Раисе Малютиной. Ну, выходит, это не она, а Кристина. Я говорю, вот так и так. Нам нужно из Франции получить приглашение. Она говорит, мы не можем этого сделать. Потому что мы-то здесь не граждане. Это может только гражданин той страны. Она не та, что один день тебя пусели. Я теперь приглашать, кого хочу. Она должна подтвердить свое гражданство, где она живет. Имеет состояние, что если со мной авария будет, она меня там будет лечить. Определенно. А они кого? Они сами там живут на восчистовании какие-то. Ну, я тогда подумал. Подумал и встал на молитву. И говорю, господи, как бы это сделать. И прям сразу мне мысль такая. Ага. К нам заезжала директор Кэстенского института Ксения Деннон. Из Лондона. И она написала хорошую статью, кажется, там, ну, что-то общая, Игнатия Лапкина, в сибирских степях. В сибирских снегах, кажется. Хорошая статья. И она была нам всем понравилась. Такая, ну, она чем-то даже на Татьяну Капустину похожа. Такого примера роста. Такая чистенькая. Но она очень много написала про везде ездила. Но у адвентистов у всех была. А она перезвонит со старая. Я говорю, ты скажи маме Раисе Юлину, пусть она позвонит Кэстенский институт. И там, нам там не надо много. Мы только до главной библиотеки Лондона и сразу вымотаемся назад. Но там даже заехать, даже транзитом проехать, и то надо идти в посольство. Ну, у нас возможность там есть. Это в Москве все делается. То есть я говорю то, что я знаю. Да и знаю ты правильно, неправильно. Сегодня утром еще смотрел, выделял, раскрашивал. Мы будем там. И чем больше будет препятствий, тем усиленнее надо молиться. А не так, что препятствий, я бы сказал, о, как один мою фамилию разыгрывал. Я думал, ты и лапки поднял вверх. Да нет, пока ни разу не поднимал. Я знаю, что если есть какие-то опасности, и они во имя Христа, они благословляются. И есть трудности во имя Христа. Преодоление их Богом благословляется. Апостолы шли, проповедовали, вы знаете, какие были опасности? Опасности на дорогах, опасности в городе, он перечисляет на море, корабль крушения. Ничего особенного пока нет. Но уже как только начали оформлять, и сейчас мои знания уже далеко не те. Я много больше узнал. Думаю так, что придется машину готовить, как видите, все это оформит. И как-то корастает, и мы по первопутку, говорится, или по последнему путку, сразу туда. Надо заранее узнать, им посылать туда или нет. Или в течение дня делают, или задержаться, или второй раз поехать, или чтобы другие им отдали. В Новосибирске-то. Ну, туда ехать это обязательно уже. Я уже пошел здесь, где паспорт подают, они говорят, только в Новосибирске. Можешь еще из фирмы, дополнительно, но они, говорят, там почти ничего не делают. Ничего. Все это своими руками делается. Как быть? Я сейчас запрашиваю, чтобы у меня были приглашения из библиотек. Вот написал я в Грецию Куемчуди, это жена Васи была у нас, плотников, мама. И она говорит, как? Приехали к нам, да не будет этого. Мы уже договорились, людей собираем, чтобы два дня были здесь. То есть нам в 30-дневный срок уложиться бы было здорово. Ну, как удастся? На три месяца они нам не нужны, но это дороже и сложнее. Я даже этого не могу решить. Мне нужен совет. То есть из-за того, что я не знаю, что впереди будет. А у них как? Допустим, я еду через Францию, я должен отсюда сейчас заказать там отель, отель. И должен заплатить деньги, и там все остальное, забронированную броню. Я должен это в посольстве представить, забронированную в Испании, забронированную у меня, да что это, с улицы на улицу. И при том это везде требуется. Мы должны доказать, нам это не нужно. Мы нигде не останавливаемся. У нас два шофера, мы круглыми сутками едем, останавливаемся, передаем, собираем, уезжаем. Ну, как вот здесь у нас было. Потому что другая обстановка совсем. Что мы там нужны, вот уже поступает сведение, мы там нужны. По везде разрешается заезжать в один год один раз. А нам попасть, надо посмотреть, там два раза разрешается, не всем. Если ты первый раз, там написано так, надо посмотреть. Потому что, если мы проедем отсюда, если бы отсюда было, тогда бы легче было. Дошли мы обратно в порядке через Польшу, если мы поедем, выехали. Но мне надо скандинавы и пройти. А оттуда выхода, там какие-то Российской Федерации, наверное. Чтобы попасть туда, нужно обратно все это проехать, переплыть это, и тогда только в Эстонию попадаем. То есть, вот эти лишние тысячи, полторы километров придется проехать. Ну, это один день. Я уже больше склоняюсь к тому, что нам больше 30 дней там не потребуется. 30 дней мы вполне поправимся. И поэтому легче, как-то облегчить получение этих виз. Ну, это то, что я вам сказал, это для того, чтобы знали конкретно, о чем молимся. Когда я молюсь, я знаю, что я не один. Что у меня друзья, близкие, братья, сестры. И понимаете, что мы едем не с пустыми руками. Вот представьте, мы беседуем здесь в прошлый раз. Николай, вот здесь в прошлый раз беседовали, и на это один отвечает. Знаете, вот вы выставили ролик о бороде. Я уже полтора года верующий был. Полтора года, ну, верующий, я прям верующий православный. Сейчас все, бритву уже в руки не беру. А вот послушал, как вас свинья говорили. Да я мясо вообще есть не буду. Да дай-ка не я, один такой, что свинью не будет есть. То есть, даже наши беседы, что остаемся, в людях что-то оставляет это. Те, которые смотрят. Но у меня большие нападки пошли от язычников. Что я сказал, евреев нельзя проклинать. Евреи должны быть благословенны. И обратились к Богу. Как они поднялись. Да вы их в рабство зовете. Жиды все захватили. А вы то другое. Ну, посмотрел богохульники. Я их всех в черный список спустил. И все, что они сказали, я выкинул. Их больше нет нигде. Люди не понимают ничего. Отношение к еврейскому народу абсолютно неправильное. Или так, говорится, полностью упали. Или на войну идут с ними. Не надо делать ни то, ни другое. В молитвах благословляйте. В жизни, где можешь, там помоги, облегчи его страдания. Будь благословен у Бога. А это благословение у тебя на все тогда пойдет. На все, что ты делаешь. Будет благословение. Мне много приходится... Давайте я работаю. Патюшки-то нету. И вот как рассматривает, кто, как казнен был. Такие по черепам определяет. И определяет иногда там разные коды. Там что-то. Резус и крови там на диване. Но нигде не говорится, не исследует воскрес этот человек или нет. Мертвецам. Оставки хоронить мертвецов. Вот исследуем до самой последней точки. Череп Гиттера, они уже замучили его. Там обломок черепа. Его или не его. Зубы похожи. Теперь говорят не его. Он был живой до 79-го года. Жил. Зачем нам это знать? Нам нужно знать оно. Человек без Бога уподобляется тому, кому подчинил себя. Делал человек дела-то не божественные. Ну и все на этом. Он новой религии. Он христианство вообще отрицал Гитлер. У него не было ничего. Не было. Новой религии. Я разговаривал с немцами. Я говорю, а как же, описано год Митунца. А вы знаете, что такой год? Ну я Бог. Ну а кто Бог? Ну как Бог? Да нет же, это Гитлер Бог. Все, чтобы подчинено было одной цели. Говорить как он. Думать как он. И дальше, как они молодежь. Гитлер Юген, как с малых лет. Они их делали. Зверенышами. Как они их собирали. Как натравили. Как били. Даже безбестрашные. Он говорит, у меня умер отец. Тут недалек. Я сказал, умер отец, я заплакал. Он подошел, стыдись этого. Ты немец. Тебе должно быть только одно. Твердость и никакой жалости. И все на этом конец. Вот как нам на землю пришел. И коммунисты также воспитывали своих. И Бог смел то и другое. А христианство стоит. Никогда не надо подражать человеку, который идет не по Евангелию. А то с кого писать образ. Ну с кого писать. Кто сам себе в висок стрельнул. Или кто отравился. Павел говорит, если увидите тот образ, который в нас видите. Подражайте мне, как я Христу. И тогда будем там, где Павел. Понятно? Поэтому на время поста, у кого лишний вес, постарайтесь скинуть. Сейчас он Пугачева везде выходит. Я не знаю, насколько это верно. Она 40 что ли килограмм скинула. Сколько же в ней было-то? Срезали. Правда ты? Нет. Фотошопа. Нет. Это каждый месяц разных говорят. Какие-то там какие-то они нашли пилюли едят. И в детстве съедают больше килограмма. Больше килограмма. И она выступает сама и говорит. И ее рекламируют везде. Какой-то был уголь вначале, что-то ели они. Да очень просто. Не ешь. Не накладывай лишнего. И ты увидишь. Не ешь его. Нигде не написано в Писании, как сбросить жир. А написано, как себя сохранить, чтобы душа из села не вышла при недостатке еды. Это у северного медведя. У него 10 сантиметров жир. Вот бежит, а жир-то у него не промерзает. Я только сегодня узнал, что волос у медведя, особый волос. Все волосинки пустотелые. И там воздух. И плохой проводник тепла. Никогда бы этого не узнал. Волос пустотелый. Ему как раз. Поэтому мы должны минимальным пользоваться. Очень малым. Главное заработать. А второе это сэкономить. Нам потребуется, конечно, средство. Пока держите, что есть. Будет, не будет, мы все равно выйдем. Поучаствуйте. Отложите пока. Что мы не проедим, не пропьем. Никуда на себя не стратим. Я не знаю, если кто сомневается, тогда давать не надо. Мы еще толком ничего не знаем. Маршрут будем прокладывать отдельно. Каким день можно? Давай. Сегодня не было дроботов. Настя смс-ку присылала. Там их замело. И транспорт не ходил туда к ним. И Галя тоже ей смс-ку посылала. Говорю, вы будете? Она говорит, нет, нас тоже замело. Потому что они там в закутке живут. И сейчас они целый день будут чистить, чтобы завтра до школы поехать. Их там аппендикс никто не чистит. Только сами, вручную. В Севастянову зале делал? Да, он сказал, что буду в следующий раз. Сейчас очень сильно занят. Занят сейчас очень сильно. Будет следующий раз. Занят в городе, ну или уехал? В городе. В городе, ну ладно. А то он поехал, тут снегом занесло, может или нет. Сейчас все дворы занесенные. Он хотел ко мне заехать, помочь. Значит, не приедет сегодня? Пошли, я хорошо знаю. Я про них сказал немножко. Так, вопросы? Вы вот эту неделю постарайтесь свои дела, работы, все это свернуть на 4 дня. Первые 4 дня будет считаться канон Андрея Критского. Это никак не помешает. Настрой на целую неделю дается. Вот церковь, как все тут мудро придумано. Первая неделя самая строгая, как и последняя. То есть, такой накал взять, чтобы всю неделю, 7 недель пройти на одном дыхании. Для Бога. Усилить молитву, дневные, ночные молитвы, пост, милостыню сохранить. Лучше милостыню вложить туда, где она принесет духовные плоды. Это понятно. Не просто так накормил, и больше ничего за этим нет. Ян Караштадский всегда старался открыть какие-то фабрики, заводы, чтобы люди там, которые бездомные, они работали и получали. На днях я посмотрел запись одну. Послушайте. Называется так. Патриотка, русская патриотка Татьяна Таня и отец Дмитрий Смирнов. Но меня заинтересовала русская патриотка Таня. Он сидит, ну как всегда, он развалившись такой, и вдруг у него все белое, на нем белый такой подрезник видно. И он говорит, а кому он говорит, обращается не дать. И вдруг камера мне показывает, сидит черная-черная феоплянка. А она принадлежала к тем политикам, которые свергали там власти где-то-то. А которые побеждали, они всех, детей всех уничтожали. И поэтому Красный Крест ее вывел отсюда, где-то в Иваново, кажется, она была. Их там много было, с ними учителя, которые смотрели. Она по-русски разговаривает с акцентом, но литературно правильно выражается. Вот, допустим, у нас нету этой, Лена. Вот, плохая сегодня погода. Это литературно. А вот если по-русски скажу, ну и погодка. Вот если не знаешь языка, тебе никогда не сказать по школьной программе. Во-первых, удивляешься, а во-вторых, я уже съежился. Ну и погодка. А просто в это сказать, ну погода плохая, шлейх там и какуда-то. Что угодно сказать. И вот она говорит с такими, ну знаете, я один раз, она говорит ему, да я даже до слез смеялась. Это надо же придумать, так говорит. Она вот таким разговором ведет. И она приняла православие. И как она долго не могла в православный храм зайти, ее отбрас. Она закончила с отличием университета, два, оба с отличием. И ей не дают гражданство. Она говорит, привезена была, привезена сюда в шесть лет, потом посидела. Нет, подождите, я наверное тут ошиблась. Да я толком не помню. Вот такие слова, я толком не помню. Это человек, владеющий языком, говорит. Пожалуй, мне уже пять лет было. Теперь для меня это родина, я другого не знаю. Я там уж и свой родной язык, а какой-то она назвала, тинга какая-то там, там даже не поймешь, как казахская деньга. Но я, говорит, не знаю даже одного слова. Но я владею четырьмя языками. Родной это, она португальская колония была, откуда она там, ну с какого места. И дальше она рассказывает. Ее не крестили, нет, не крестили. Но в храме она не могла стоять. Она падала в обморок. Я, говорит, постепенно, постепенно стала уже ближе к храму. В храме православном с ней было плохо. Почему, я, говорит, не знаю. И она свой характер рассказывает. Я такая, говорит, сбалмошная. У меня, говорит, и вдруг все вываливается. Я люблю, чтобы, говорит, ну, было по-хорошему. Вот куда-то вызвали выступать. Она рассказывает. Ну и там ждем где-то в кулуарах. Так она один выступит, второй. И гляжу, им разносят там чай, печенье дают. Я отдельно сижу, никто ко мне не подходит. И потом подходит, ну ваше выступление. Говорит, а я выступать не буду. Ну почему? А зачем? Я вам не нужна. Вы их кормили, подавали печенье сейчас? Подавали там. Вы меня почему обошли? Не могут? Ну и все на этом. Я, говорит, не позволяю так с собой обращаться. А другие, можно я пощупаю вас? Это может быть накрашенное. Но вот даже показать не надо, что такого черного. Вот так повернул один нас, ладони выдал, ладони били. И зубы такие стверкают. И как она говорит сама сухонькой. Не дают мне гражданство. Это моя страна. Меня сюда привезли. Мне ехать, я бы вернулась туда. Там ехать некуда. Родных всех поубивали, там порезали. Меня никто нигде не ждет. Но теперь дело-то другое еще. Я опять засмеялась. У меня сынишка растет уже 14 лет. И он здесь родился, и гражданство получить не может. А в Америке, если над Америкой пролетает транзитом, и над поверхностью, на территории Америки, если он родился, то там в самолете уже должны сообщить это гражданин Америки. А здесь ничего не можем. Вспомните, у нас этот робот у нас. Русская. С Казахстана приехала, не может получить гражданство. И она обо всем этом говорит. Отец Дмитрий говорит, ну у меня знакомые есть, и я все силы приложу, Таня, чтобы решить этот вопрос. И тут же обращается. У кого есть какие связи, помогите нам. Ну незаконно же. Это ей 30 там чем-то лет. Ну если она 25 была здесь, значит 31-32 года. И она не гражданка. И он говорит, а какие ваши любимые герои. Ну она стала говорить, там любимые, вот такое, да святые какие. Она называет каких святых. И что-то там с ними назвала неупиваемая чаша. Скажите, а как вы думаете русские люди? Знаете, Дмитрий Никакин говорит, вот я скажу, не всем это понравится. Русский человек любит лежать. Пока ему не пнут под задницу, он будет лежать. Он не будет делать ничего, зачем? Ну вот приходит какой-то правитель, Сталин или кто-то, индустриализация, и он говорит, а если ты не будешь вот это делать, дрова не переколешь, а дрова уже лежат два года-то. Я снесу твою избушку и тебя вместе с ним. Конечно, он приходит, дрова все поколотые. Но про колодец не сказали, воды не почерпнет. Как же так? Русский человек любит, чтобы его в жестких руках держали. Ну я знаю, что это именно так. Многие люди любят, сами они не будут. Такие, как у нас сосед там живет, Женя Долгов. Его никто не толкал. Взял 40 гектаров. Мы 4 гектара, не знаем, он 40 взял. Через год 450, сейчас 6,5 тысяч гектар. И как обрабатывают? Урожай в 4 раза больше, чем у Потеряевских. В 4 раза с 1 гектара. Вот таких-то людей в России было на 100%. Их уничтожили, их нету. А сегодня как? На работу пришел, перекур за перекуром. Он не будет работать, как японис. Я это видел, сервисы были. Они только курят, и курят, сидят, и все. А почему? Ему заплатят. У нас оклад где-то. Он не будет работать. И она это, не русская. Эфиоплянка Таня. Она говорит, как не русская? Я русская. Она наставит, чтобы ее признавали русской, притом патриоткой. Я вот рассказал вам, может быть, где-то встретил. Я перетащил к себе на той пору. Меня это тронуло. Тронуло я, специально вам рассказал. Хотя некоторые, может, думают, что, ну, что там, это интернет. Так как нам не стыдно русским, что о нас так думают? И чтобы, если мы поедем, а у нас была добрая молва, если мы проедем, везде ставить добрый след о русских. Что русские не попрошайничают. А мы едем только давать. И давать едем не на один рубль. На много. Я думаю, уже в консульстве подарить книги, там, Новый Завет. Что-то стоит такое. Где будем, я возьму несколько экземпляров, и для слова Божия нет уст. И всем там подарить, чтобы двери были открыты. Стоит, не стоит им тут говорить? Все, картину меняет то, что мы едем по приглашению. Многого там не потребуется уже, о чем я говорил. Налоги все эти, те берут. Но так или не так, не знаю. Так, Сережа, я получил паспорт. Я тебе доказываю, что я не получил печать Антихриста. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. С Нового года, вот сейчас, видимо, будут выдавать всем паспорта, здесь, которые уже полностью почти такие же. Ну, не зарубежные, а местные. Так что там будет все. И, может быть, даже отпечатки пальцев. Этого не надо бояться. Когда разговариваете об Ере, если знаете, те, которые считают, что печать Антихриста, это иеретики. Это ложным путем направляет в другую сторону. Об этом все говорят. Ян Кристианкин, говорит отец Дмитрий, вот этот Смирнов, Осипов, там епископ Иларион. И все вместе в священном начале православной церкви сказали свое слово уже много лет назад. Ну, так понятно. Антихриста не пришел, а печать бы была. Ну, печать не бывает вперед. Сначала надо родиться, заслужить эту печать, и потом ее ставить. Тут доказать даже не надо. О чем я рассуждаю? Вот так. Вопросов после никаких нет. Поблагодарим и останемся на занятии. Чтобы слова батюшки были в делу воплощены. Господь, да есть я слово истину, блажите для Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, чистнейшую Херубим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слова рощую, сущую Богородицу Тя величаем. Отец наш Небесный, великая Тебя благодарность за этот воскресный день, напоминающий о Твоей победе над дьяволом. Господи, освободи нас от всего ненужного, и словом Твоим и Духом Святым да будет наполнена вся наша жизнь. О чем мы говорили, если это от Тебя, благослови нашу поездку, сердца людей приготовь к слышанию слов Твоих. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.